Потому что несколько месяцев назад, когда не было так холодно, представляй, какое здесь было говнище. Вот так, собственно, выглядит в 2020 году. Туалет в одном из жилых районов недалеко от центра. До центра 5 минут, это Хабаровск. Целая улица с гнилыми бараками, где люди живут без коммуникации, зажатой между железной дорогой, вот эту магистралью, где постоянно есть какие-то грузовики. Вот, все развалилось. Развалилось уже давно. Какое-то время здесь на бараках висел плакат «Трамп, помоги». Сейчас, видимо, его сняли, чтобы он не портил вид. Непонятно вообще, когда и как, и кто это решит. Проблемы с бараками здесь такие же, как в Архангельске. Люди там десятки лет живут без удобств. Дома гниют и разваливаются. Но расселяют их невероятно медленно. Вот если бы там не было детей, я бы подумал, что это просто заброшенный, выселенный барак. Барак, ну нет, тут он, дети, играет. А сколько лет тебе? Шесть. Шесть лет. Чего снимаете? Как люди живут? Ага. Здесь же нет ни водопровода, ничего, да? То есть вы ходите на колонку за водой, и печное отопление. И туалета, ничего нет. А сколько вы здесь живете? Я родилась здесь. Вы родились здесь и живете. Понятно. И сколько здесь еще так людей живет в этих бараках? Много. Все бараки заселены. Угу. А когда их построили, от какого года они? Ну вот это, я говорю, было 57-го года. Ну то есть это послевоенные все? Страшные. То ли потолок на тебя рухнет, то ли сам в комнату пойдешь. Все гнилое. Все разваливается. Что самое еще ужасное, да? Тут никто вокруг ничего не делает. Сейчас ходим, да? И тут нету дорог. То есть это просто все, это грунтовые дороги с ямами, с мусором. Тут никто не убирает мусор. То есть вот стоят эти мусорные баки, он переполнит и перевернут. И какие-то собаки здесь эти ходят и все вообще остальное. Здрасте. За водой идете? Бабушка вынуждена идти к этой колонке за водой. Пойдемте. О, слушай, у вас прям тут картинки висят. Да, у вас чистенько. Хорошо. И вот вы ходите за водой вот так вот, да? Вот такая вот здесь вот обогреватель. Да, вот так вот чистенько. В мэрии решили, что помочь жителям бараков можно, повесив поздравительные плакаты ко Дню Победы. Мэр Кравчук считает, что решать проблемы Хабаровска надо к патриотическим воспитаниям. Например, гораздо лучше жить станет, если нарисовать патриотическое граффити. Похоже, вот это действительно, что искренне волнует мэрию. Это как отметить 75-летие Победы, вот этот патриотизм и все остальное. Единственное, что он почему-то решил показать мне в городе, это граффити, посвященный 75-летию Победы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...